Мы рассматриваем вашу организацию, а это одна из наиболее представительных, неправительственных европейских организаций, как естественного союзника России в борьбе с ксенофобией, с антисемитизмом, с различными проявлениями крайних взглядов и, безусловно, как наших прямых союзников в сохранении памяти о Второй мировой войне, о последствиях этой катастрофы общечеловеческого масштаба, о Холокосте. Я хочу поблагодарить членов ваших организаций за то, что они напрямую, может быть, как никто другой, препятствовали и препятствуют героизации нацизма, причем делают это открыто, ясно, без всякого колебания и очень эффективно. Может быть, одни из немногих, которые заявляют прямо свою позицию по этому вопросу. Это первое. Второе. Хотел бы отметить, что вы наверняка знаете об этом. У нас представители иудаизма, иудаизм – одна из наших традиционных российских религий, что фактически в законе отражено, ведут очень активную общественную, религиозную деятельность. У нас, как вы знаете, в 2012 году на базе еврейского центра открылся музей толерантности. Я сам там бывал. И должен сказать, что он производит большое впечатление. Большое впечатление. Я думаю, что это не просто центр для тех, кто исповедует иудаизм, или не просто даже центр евреев России. Это такой центр общенационального значения, который рассказывает и о различных страницах истории нашей страны. И сделано там все очень талантливо. Ну и вы знаете, что там развернута библиотека Шнерсона, которая была на протяжении определенного времени яблоком раздора с представителями американской общины еврейской. Но надеюсь, что сейчас, когда эти книги стали достоянием всех, кто хочет с ними ознакомиться, кто хочет поработать даже в научном плане, что тоже представляет, видимо, для себя определенный большой немалый интерес. Думаю, что такой остроты уже быть не должно. Надеюсь, что все, кто хочет, кто действительно хочет поддержать эти книги в руках и поработать с ними, имеет такую возможность. И ситуация, на мой взгляд, кардинально изменилась. Но дело не только в том, что еврейская община или общины работают в России в крупных городах, они развернута их деятельность практически по всей территории Российской Федерации. Я уже сейчас на память не воспроизведу, но открываются и новые синагоги, и светские центры. Совсем недавно, недалеко от Москвы, открылся еще один центр. Мне все время не хватает доехать. Я их приглашал, а я обязательно съезжу, посмотрю. Там все в картинках сделано, все очень по-современному. В то же время достаточно скромно. Это и образовательная часть и центр, и религиозный центр. И в регионах, как я уже сказал, Российской Федерации. У нас жизнь развивается в этом смысле, и клирикальная, и светская. Хотел бы отметить, что мы находим полное понимание с представителями еврейских общин. Надеюсь, что так будет и в ближайшее время. Мы встречались, по-моему, с исполкомом где-то в 2007 году. В 2007 году. Да, первый раз. Надеемся, что и с европейскими структурами, и с еврейскими нам удастся наладить интенсивный диалог. Мы, собственно говоря, можем напрямую, а можем через наших представителей. Они слева и справа от меня сидят. Еще раз добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Продолжение следует... Продолжение следует...